Всем привет дорогие друзья! Это программа Орел и... Дима, что ты делаешь? Мать твою уроды розовые, встань пожалуйста, не порт программу! Слышь, кисонька, я тебе сейчас за уроды розовую, все лапочки переломаю. Да кого ты переломаешь, дрищ убогий, сейчас одной левую делаю. Всем привет дорогие друзья! Это программа Орел и Решка и сегодня мы в Авакин Лайф. Кто из нас будет путешествовать по этому миру с золотой картой, а кто всего лишь с тысячей авакоинс, решит монетка. Быстро бросай эту тупую монету, иначе это будет вся твоя зарплата за этот выпуск. Орел! Решка! Так я не понял, в смысле Решка? Потому что у меня уровень маленький, вы че офигели, я требую адвоката, почему? Господи, просто дайте ему эту карту, он не замолчит, а я и так выживу. Щао-као-као, неудачница. Да, кто бы говорил. Что ж, мне досталось тысяча авакоинс и рюкзак, в который я сложила аптечку, свою одежду и немного еды в дорогу. В Авакин Лайф все такси дорогие, поэтому до центра я поехала на Авакин Экспресс. Мне показалось странным, что билет на него стоил всего 50 авакоинс. Потому что, когда я вошла внутрь, я увидела не просто поезд, а целый дом на колесах. Вместо обычных сидений здесь были кресла и диваны, даже была барная стойка. Я села около окошка, потому что дорога мне предстояла долгая. Во время дороги я познакомилась с одной милой девушкой Алисой. Как оказалось, здесь она местная жительница и просто ездила навестить свою подругу. Как владелец золотой карты, я поеду к центру города на белом кабриолете с собственным водителем. Там я сниму себе не просто номер в отеле, а целый особняк. До центра города я добралась за час. Отель нашла примерно за это же время. Меня удивило, что ресепшн там находился прямо около уличной кухни. Там же находились обеденные столы и бассейн. А сам отель выглядел как большой загородный дом. Номер в нем мне обошелся в 200 авакоинс. Когда я вошла в номер, я думала, что перепутала комнату, потому что все было убрано и аккуратно уложено. Этот номер не выглядит на 200 авакоинс. Тут есть маленькая гостиная с большим телевизором и диваном. Большая кровать с вешалкой. Вся комната увешана картинами, а у входа есть даже диковинное кресло. Да, на таком кресле я и без золотой карты могу выглядеть как королева. Когда я приехал к особняку, я обнаружил еще одну машину. Оказывается, это дополнительный сюрприз от владельцев в сети этих особняков. На время проживания они дают машину, на которой ты можешь путешествовать по всему миру авакина. Этот особняк обошелся мне в 15 тысяч авакоинс, и он стоит этих денег. На первом этаже есть целых три зоны для отдыха, кухня и столовая зона. А на втором есть ванна с раковиной и душевой кабиной, и милая и уютная спальня. Я очень проголодалась, поэтому переодевшись, я решила посетить кафе на 23-й улице. Кафе очень уютное, здесь убрано, и мне быстро принесли заказ. Кстати, я заказала себе сэндвич за 120 авакоинс. Если когда-нибудь вы посетите Авакин Лайф, обязательно зайдите в это кафе. Здесь недорогая и вкусная еда, и доброжелательные сотрудники. Ну а я в свою очередь решил посетить один из самых дорогих ресторанов авакина, Чест Пьер. Заказал я себе самый большой стейк, и он обошелся мне в 3400 авакоинс. Далее я решила посетить пик от Джагара, туристам вход сюда бесплатный. Ходит легенда, что когда-то давно все авакины делились на 12 племен. У каждого племени был свой лунный месяц, в один из дней которого они всем племенем взбирались на этот пик и приносили своим богам в жертву самую красивую девушку племени. Девушка должна была быть несовершеннолетней. Тогда считалось, что ее душа чиста. Для самих же жертв отправиться с пика к богам считалось честью. А так как в наше время смертные казни и приношения к богам запрещены или просто неактуальны, современные авакины устроили здесь базар и торгуют фруктами и овощами. Я тоже человек, и мне надо питаться для того, чтобы не умереть, поэтому я решила воспользоваться случаем и купила себе парочку витаминов. Обошлось мне это в 70-го Коинс, и я пришла к выводу, что еда в Авакин Лайф не самое дорогое, что можно приобрести, и это даже хорошо. Ну а я после своего довольно затянутого перекуса решил поразвлечься, поэтому сейчас я нахожусь в клубе Сандаун. Вход сюда бесплатный, но вот коктейли дорогие, и я решил попробовать один из них. Заказал себе коктейль персиковое самбо за 1300 авакоинс. Мне его быстро принесли, так же быстро я его и выпил, после чего пошел на танцпол зажигать этот вечер. Экскурсии и кафе – это, конечно, все хорошо, но под конец дня мне хочется просто расслабиться на берегу моря и задуматься о своем, поэтому я пришла к заливу золотых песков. Многие называют это место «пляж Валентины», потому что по вечерам сюда приходят влюбленные парочки для того, чтобы подумать о своем и вместе со своей половинкой посмотреть на море. А я решил не ограничиваться, а одним часом посидел их в клубе и просидел здесь почти до самой ночи. Также я заказал себе еще один коктейль и решил немножечко отдохнуть в прохладной водичке в джакузи. Вот и подошел к концу первый день моего путешествия. Я очень устала, поэтому, придя в номер, я сразу же переоделась в пижаму и легла спать. Спокойной ночи. Думаю, что и мне пора спать. Повеселиться я успею еще завтра. Я проснулась рано. Решила начать свой второй день в Avakin Life с приятного и пойти на пляж. Мне очень понравился звук воды и очень захотелось искупаться. Но сначала надо позавтракать, поэтому я сейчас нахожусь в кафе на 23 улице. Уж очень здесь вкусная еда. И уж поверьте мне, напитки не хуже. Я заказала себе капучино. Принесли мне его быстро и обошелся он мне 80-го коинс. Ну а я утром решил посвятить время изучению истории Авакина. Поэтому я нахожусь в галерее Боуэр. Здесь я увидел много диковинных, старинных и зачастую даже странных вещей. Также здесь было много картин. Одну из них я даже смог купить для Насти. Когда я пришла на пляж, я сразу же намазалась кремом от загара и заняла себе шезлонг. После чего пошла купаться. А потом местные жители Авакина предложили мне прийти на их пляжную вечеринку. И я не смогла отказать. Ну а я остаток этого дня решил провести на собственной яхте. И конечно же позвать туда девочек. Ну а я как типичная девочка решила зайти в торговый центр. И после долгих похождений я зашла в магазин Dynamite, где я и купила себе новое платье. В заключение этого дня я приплыл на остров Эннэва на вечеринку с местными миллионерами. Авакин Лайф Авакин Лайф – это мир, где тебя примут таким, какой ты есть, независимо от твоего статуса в обществе. Авакин Лайф – это действительно мир, где сбываются мечты. Это то место, где люди не стесняются выражать свою любовь друг к другу. То место, где люди способны общаться с игроками из других стран. Авакин Лайф стал привычкой для многих людей, и теперь их связывает нить. Нить, которая, связавшись однажды, больше не развяжется никогда. Авакин Лайф Показывай быстрее.